Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивных достижениях. На старт, внимание, марш! На «Спартаке» прошла 13-я спартакиада учащихся по легкой атлетике. Победители определены, областная команда сформирована для поездки на всероссийский турнир. Быстрее, громче, ярче! Сезон дракрейсинга открыт! Фестиваль «Боевые искусства против терроризма» завершился на этой неделе в Орехово-Зуево. Удачно выступил молодой рязанский тайбоксер Евгений Градов. Начнем сегодня с самого захватывающего, яркого и красочного события минувшей недели. В Протасовом накрылся сезон дракрейсинга. Подробности далее. На бетонке аэродрома Протасова в Рязанском районе 24 мая открылся сезон дракрейсинга. Автогонки на скорость на расстоянии в 402 метра. В довесок главному блюду на десерт традиционной автомобильной тусовки здесь прошли соревнования по автозвуку. Была представлена выставка достижений современного автомобилестроения, экспозиция тюнингованных авто, работал автодромчик с радиоуправляемыми мини-автомобилями, автомойка и пати-бас. Перефразирую известный олимпийский девиз, открытие сезона 2014 года прошло под лозунгом «Быстрее, громче, ярче». В соревнованиях первого этапа приняли участие 70 пилотов не только из Рязани и Рязанской области, но и из Москвы, Подмосковья, Пензы, Старого Скола, Владимира, Мурома, Усть-Хрустального, Липецком, Костромы, Нижнего Новгорода, Тулы, Воронежа, Белгорода и Иванова. Ожидали даже не такого открытия, как получилось сегодня. Около 120 участников приехало сегодня к нам. Ну, зрители вы сами видели. Грубо говоря, если посмотреть с прошлым годом, то в полтора раза больше. Это уже хорошо радует. И самое главное сегодняшнее соревнование показало нашу жизнеспособность. В соревнованиях Дрейк Рейсинга. Ну, и больше половины участников это сегодня участвовали, рязанцы. Отрадно, что и призеры получили, рязанцы стали победители не во всех классах, но зато призерами стали. Первая автомобильная тусовка собрала огромное количество зрителей. Бетонка аэродрома была заполнена до отказа, и дальше больше. Говорят, как сезон начнешь, так его и проведешь. Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта, если не сказать больше. В широких руках любителей этого вида спорта она носит громкий, но вполне оправданный титул – королева спорта. Рязанские легкоатлеты на днях открыли летний сезон, а присутствовал на соревнованиях Глеб Галушкин. С 22 по 23 мая на стадионе «Спартак» состоялся финал соревнований по легкой атлетике 13-й «Спартакиада» учащихся, в рамках которого были проведены лично командный чемпионат и личное первенство Рязанской области по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 17 команд муниципальных районов. В личном зачете выступило 80 воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ «Олимпийц» и «Юность». Среди «Спартакиада» традиционно команда города Рязани занимает призовые места. Также можно, конечно, отметить, это город Скопин, Шилово, Касимов. Каждый из них силен в своих видах определенных, поэтому каждый, кто-то из этих ребят, из этих команд занимает и первые призовые места, но кто-то сильнее, кто-то слабее – это спорт. Соревнования проходили практически по всем видам легкой атлетики, культивируемым в Рязанской области. По результатам победители и призеры соревнований награждены призами, а команды – кубками и грамотами от Министерства спорта Рязанской области. И также на основании результатов, показанных спортсменами на нынешних стартах, будет сформирована сборная Рязанской области для выступления на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике. Необычные старты прошли в Рязани. Участники соревновались в различных видах спорта, готовили творческие конкурсы. Словом, было весело. А старты так и назывались – веселые. 22 мая на стадионе Центрального спортивного комплекса состоялись соревнования «Веселые старты» по программе «Специальная Олимпиада России», посвященной Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие 60 воспитанников школ-интернатов из Пронского, Михайловского, Скопинского и Рыбновского районов, а также учащиеся специальной общеобразовательной школы номер 23 города Рязани и Рязанской специальной общеобразовательной школы-интернаты. Сегодня для нас очень важный день, потому что это не просто соревнования, это первая наша совместная акция с благотворительным фондом, который занимается детьми с умственной отсталостью. Я надеюсь, что это первая акция, она даст наше дальнейшее сотрудничество, взаимодействие, мы будем дальше проводить, тем более сейчас лето, ребята все на улице. Конечно, мы заинтересованы, чтобы они не болтались на улицах города, а где-то вместе собирались на стадионах, проводили соревнования по футболу, по волейболу, возможно, какие-то веселые старты в зависимости от возрастной категории, поэтому думаю, что, конечно, будем еще проводить. В программу соревнований помимо спортивных состязаний вошел творческий конкурс «Нарисуй гепсовые мечты», а завершилось мероприятием дружеским флэш-мобом. На старт! По итогам соревнований победу одержала команда Рязанской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната, второе место завоевали воспитанники школы-интерната Рыбновского района, третье место – учащихся школы номер 23. Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Рязани, а чуть позже и добровольцы показали класс в нелегком деле спасения людей. 23 мая в Рязани завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок Героя СССР Зайцева. Спортсмены из Белгородской, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тверской областей соревновались в трех дисциплинах – подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета, 100-метровая полоса препятствий. Второй день соревнований на преодоление 100-метровой полосы препятствий прошел в манеже Главного управления МЧС России по Рязанской области. Спортсмены должны были пробежать 30-метровую дистанцию, преодолеть забор и бревно, после развернуть пожарный рукав, подключить его к разветвлению, а затем пробежать 30 метров до финиша. По итогам соревнований в общекомандном зачете победителями и обладателями Кубка Героя Советского Союза стали спортсмены Калужской области. Второй ступень пьедестала почета заняла команда Владимирской области. Третьими стали спортсмены Рязанской области. А 27 мая на стадионе пожарной части номер 4 города Рязани состоялись соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны муниципальных районов и городских округов области. В соревнованиях приняли участие 24 команды, в состав которых вошли более 120 человек из всех муниципальных образований региона. Они боролись за звание «Лучшее добровольное пожарное формирование Рязанской области» и «Лучшее добровольное пожарной». Состязания проходили в несколько этапов упражнения. Комплексное развертывание включало в себя надевание двумя добровольцами боевой одежды и снаряжение, а затем оказание первой помощи. Участники команды накладывали пострадавшему шейный воротник, шину на ногу и доставляли его на носилках в условный автомобиль скорой помощи. После этого трое других добровольцев по команде «Марш» надевали боевую одежду и проводили развертывание. Прокладывали пожарные рукава и подавали воду. Также оценивалась физическая подготовка участников. На турнике необходимо было выполнить подъем с переворотом. Результат фиксировался по количеству повторений. Кроме того, в личном зачете добровольцы на время надевали боевую одежду и снаряжение. Помимо практических навыков проверялась и теоретическая подготовка. Добровольцы демонстрировали знания основ тактики тушения пожаров, пожарной техники, вопросов охраны труда, медицинской подготовки. По итогам соревнований лучшим добровольным пожарным формированием Рязанской области была признана добровольная пожарная дружина города Рязани и Рязанской области. Звание лучшей добровольной пожарной удостоен Сергей Попов и добровольной пожарной дружины Сапожковского городского поселения. Также хорошие результаты показали добровольная пожарная дружина Сараевского городского поселения и команда добровольной пожарной дружины Рязанского аграрного техникума. Тайский бокс или муай-тай – это древнее боевое искусство Таиланда, поединки в котором ведутся в полный контакт по очень жестким правилам. Разбирался в этом нелегком виде спорта Глеб Галушкин. В подмосковном Орехово-Зуево завершился спортивный фестиваль «Боевые искусства против терроризма». Это уже традиционное мероприятие. Оно проводится третий год подряд в Дворце спорта «Восток» и собирает большое число зрителей, спортсменов, специалистов, да и просто любителей боевых искусств. На этот раз фестиваль собрал три с половиной сотни спортсменов, представителей разных школ единоборств в возрасте от 6 до 45 лет, многие из которых являются обладателями титулов и званий областного, всероссийского или даже мирового уровня. Сами соревнования начались они, кстати, все одновременно. Проходили на двух татами – то-дзюдо и карате-до, на борцовском ковре, где состязались представители команд смешанных единоборств по вольной борьбе и самбо, а также на ринге. Там шли бои по боксу, кеф-боксингу и тайскому боксу. Удачно на фестивале в Орехово-Зуево выступил воспитанник спортшколы «Ворон» по тайскому боксу Евгений Градов. В весовой категории до 60 килограммов ему противостоял соперник из Орехово-Зуево. Бой продлился все три раунда по полторы минуты, и единогласным решением арбитров победу одержал рязанский тайбоксер. Тайский бокс или муай-тай – жемчужина боевых искусств Таиланда. Муай-тай в переводе с тайского означает «свободный бой» или «поединок свободных». Это достаточно результативный и эффектный стиль боевых искусств. Одной из главных отличительных особенностей – это огромный арсенал ударной и бросковой техники, включающий удары коленями, локтями, ногами, руками и работу в клинче с тактическими приемами выведения из равновесия противника. Спортивный муай-тай – общедоступный для всех желающих вид спорта. Соревнования делятся на любительские, где спортсмены облачаются в защитную экипировку для снижения количества травм, и профессиональные, где поединок максимально приближен к реальному бою. Исторически тайский бокс произошел из древнего боевого искусства – муай-баран, который похож на другие индо-китайские боевые единоборства. У себя на родине муай-тай стал популярным еще в 16 веке, но мировую известность этот вид спорта приобрел относительно недавно, с ростом популярности смешанных единоборств. Одной из особенностей муай-тай является традиционная молитва и церемониальный танец, предшествующие каждой схватке. Ритуалы выполняются, как правило, на ринге, где боец стоит лицом к тренеру или сопернику в знак своего уважения. Несмотря на рост популярности тайского бокса, в Рязани этот вид единоборств пока еще по большому счету является экзотикой. Впрочем, ребята, занимающиеся в клубе «Ворон» у тренера Владимира Печорских, регулярно участвуют в различных всероссийских турнирах. Например, в конце апреля им удалось занять призовые места чемпионата и первенства Центрального федерального округа, проходившим в Калининградской области. Артур Носов в весовой категории до 67 килограммов в возрастном классе мужчины стал серебряным призером чемпионата, а Евгений Градов в весе до 57 килограммов завоевал бронзу в возрастной категории юниоры. Ребята говорят, что заниматься тайским боксом им нравится именно из-за его жесткости. Тайским боксом я уже занимаюсь четвертый год, был на многих турнирах и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в Калининграде ездил, приехал с меня последний. А в тайский бокс я пришел из-за того, что здесь жесткость, локти, колени, более как побольше ударов, чем в кикбоксинге, тоже здесь ударная техника, но здесь плюс локти, колени, клинч, скрутки всякие. До этого я занимался самбо, ну почему пришел я, мне понравилось то, что вьют локтями, коленями и делают, да, всякие скрутки, ну и из-за этого вот я и пришел. Оба рязанских спортсмена прошли отбор и теперь отправятся на чемпионат и первенство России, которые пройдут в Севастополе и Анапе в 2014 году, чтобы там защитить цвет рязанского тайского бокса. И на этом на сегодня все. Будьте здоровыми и спортивными. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание.